друзья здравствуйте с вами вин кондишен и у нас экспресса обзор стрикс хевана дисклеймер если вдруг решили устроить марафон обзоров по всем цветам то держитесь крепче за ваш стул потому что дальше у нас многоцветки двухсторонние карточки земли артефакты и многое другое много будет всего ну что ж мы посмотрим все карточки многоцветно из этого сета поставим им оценки по пятибалльной шкале и я скажу что с моей точки зрения зайдет стандарт а что нет начнем мы с факультета лор холд то есть белокрасных карточек и так историк клинков эффект классный но слишком дорогой для стандарта 2 балла из 5 хоффри духагорн замечательный агрессивный гном с упорочительным эффектом который делает из вашей армии еще одну вашу армию а два раза это два раза мне очень нравится он чуть-чуть дороговатый поэтому это не 5 баллов прям сразу надежная четверочка но вот под него колода может сразу скажу и не создастся ученица слор холода карточка из цикла учеников каждого факультета имеет довольно интересный эффект но напрямую зависит ее играбельность от того сколько воздуха в колоде можно ли сделать сразу много желать на токинами не припоминаю супер эффектов которые плодят прям миллион духов к тому же она требует чтобы вы играли ей она не дух заклинаниями еще духами в общем где-то два с плюсом максимум три команда лор холда карточка из цикла команд опять же есть они на каждый факультет такие модульные заклинания много разных режимов каждый из них конечно 5 маны не стоит не все из них вдвоем даже стоит 5 маны но поскольку выбираете вы по ситуации карточка все равно довольно сильная но где-нибудь равно на троечку не более раскопки лор холда эффекты все у этой карточки довольно интересное но к сожалению мне не нравится что первый случайный я бы предпочел например сайдовую чарку который каждый ход пингует на 1 и да все-таки за 5 маны делает токинов даже против контроля довольно медленно 2 балла я даю этой карточке маг клятвы с лор холда слишком дорогой и неповоротливый для стандарта 1 бал из пяти оставить отметину вот тут мы говорим значит интересный эффект небольшая раскачка колдуется за одну ману мгновенное заклинание модульное потому что и красное и белое позволяет из маленького существа сделать большое при не очень сложных условиях мне нравится напоминаю потенциально колода на дешевых заклинаниях у нас заиграет поэтому это 4 балла но если не заиграет то это 2 ну а что вы хотели квинториус полевой историк к тому же слоник стоит к сожалению слишком много маны чтобы я назвал его прям уж играбельной карточкой 2 балла из пяти лучезарная волшебница свитков имеет два весьма сильных эффекта с моей точки зрения нижней половины карточки имеет эффект более сильный чем верный но тем не менее позволяет и обыгрывать агрессивные колоды за счет цепи жизни и колдовать огромное количество заклинаний за счет того что два раза это два раза 4 балла из пяти вижу как ей играют прям вот завтра реконструкция истории нет ребята ну такое преимущество по карточкам конечно игнорировать нельзя другое дело что чтобы эти все карточки замечательные поднять себя на руку нужно играть колоды где все эти типы карточек есть и они уже как-то померли или отыграли и у вас есть время потратить четыре мана на скорости волшебства в общем карточка довольно сильная но очень и очень медленно и не могу поставить оценку выше троечки реликтовый ленивец замечательное создание не знаю кому пришла в голову идея использовать ленивец как верховое животное стандарте стандарте конечно же не заиграет один балл из пяти вернувшийся призыватель прошлого хорошая карточка с хорошим эффектом только стоит она целых 6 маны к сожалению карточки за 6 маны стандарте должны вам игру выигрывать они просто что-то там возвращать поэтому два балла из пяти растерзать на части замечательные римовал с разными режимами мне нравится 4 балла можно в главную колоду класть в агрессивной мете все устраивает призыв духа весьма слабенький урок который просто дает слабенькое существо мне не нравится 2 балла вряд ли играть будет ко мне связанная наставница эффект слишком слабый чтобы быть заинтересованным в нем за 3 маны один балл из пяти захватывающее открытие улучшенная версия каноничного красного заклинания но улучшенная по эффекту а по стоимости ухудшенная поэтому я не уверен что например такая уж интересная но если колода такая играть будет то это хорошее заклинание но все равно надежная троечка максимум и веломахус лорхолд основатель факультета лорхолд карточка очень сильная к сожалению стоит целых 7 маны с другой стороны мы видели что карточки за 7 маны стандарте вполне себе периодически играют на них можно разогнаться и да если этот парень скоро сходил в атаку то игру вы скорее всего выиграли с другой стороны если заплатили 7 маны а ему приказали умереть за 2 эту игру вы скорее всего не выиграли поэтому это максимум все равно 3 балла драконы бывают и по культимативнее почтенная певица войны то есть 3 маны 2 хороших обилки и преимущество по столу и по карточкам да ну и 5 баллов ребят что тут поделать пришла прошла пробил лицо вернул друга прям супер кайф и друзья мы переходим к факультету художников и актеров призмари и у нас выплеск творчество карточка конечно выглядит как слабо играбельная но она умеет себя дешево прокидывать в кладбище а это нужно абсолютно как-то гир халк использовать не факт что прям гир халк так уж нужен но идея хорошая 3 баллы спите кульминация обучения почему обязательно кульминация обучения должно быть пробуждение какого-нибудь старого бога который хочет уничтожить мир объясните мне пожалуйста фэнтези такое фэнтези карточка мне не нравится там слишком много если слишком много не контролируемого рандома а главное все эффекты по одному довольно слабенький я хочу своих карточек которые берут карточки брать много карточек с карточек стрелять в лицо стрелять намного в лицо я не хочу немножко всего втапавшись свой ход на всю ману 2 балла максимум выразитель стихий карточка с очень сложной стоимостью с довольно сильным эффектом позволяющий вам сохранять армию даже если в нее кидают бесконечно целевой ремовал единственная проблема четыре маны это четыре маны и они все цветные поэтому максимум три балла и я сомневаюсь что это прям так уж интересно он слишком дорогой для колоды на существах и заклинаниях стихийный шедевр еще одна карточка который любит синий гир халк в древних форматах возможно возможно нет но опять же сама по себе она слишком дорогая но вот эффект прокидывания в кладбище и что-нибудь потом с ней делать мне нравится как идея поэтому тоже три балла призыв элементаля урок за много маны делающий неинтересное существо один балл из пяти нафиг никому не пригодится в стандарте выразительная итерация довольно интересное контрипное заклинание может получать преимущество если вы попали в карточку который таки можете разыграть поэтому это уже надежная троечка если какая-то синергии например супер дешевые заклинания поздняя игра и так далее то вполне может в стандарте заиграть но с другой стороны спелл который берет одну карточку за 2 маны сложной стоимость скорость волшебства слишком слабо поэтому все таки я думаю что пока есть более сильные опции играть будут имя уж потом этой карточкой голозет призмари основатель факультета призмари главные по представлениям имеет весьма скучный эффект на мой вкус не то чтобы какой-то супер сломанный да он делает артефакты да он дает им возможность просто тапаться за ману да он себя как бы прикрывает если вы умеете его прикрыть за одну ману но сам по себе он существо примерных размеров вполне ничего нету существенного без ускорения в общем я не впечатлен 3 балла муза вихря интересное существо стоит приличное количество маны умеет давать скидку но повторюсь я хочу чтобы мои монодорки стоили одну ману максимум 2 они 4 и чтобы мы еще нужно в атаку хотеть было бы там не знаю 42 за 3 маны или там 31 за 3 маны мы поговорили тут нет два балла максимум магмовый опус серия любимых друзей gear халка продолжается ребята значит это 4 балла эффект интересные стоит совершенно неприличное количество маны зато умеет падать в кладбище чтобы что-нибудь нехорошее сделали на этом похоже и оставим оценку аги ярский боевой провидец огор это хорошо 5 маны это плохо 1 балл из 5 практически исследования картинка мягко намекают ребята что уметь читать все-таки это хорошо а не уметь читать и уметь пиромантики в библиотеке это довольно плохо карточка слишком слабая за эти же маны можно например по скроется и подровать 3 так что нет не думаю что это заиграет пока все другие заклинания с подром у нас все-таки стандарте есть два балла там ученица с призмари агрессивный второй дроп с загляданиями дружит в атаку ходит беспрепятственно еще и растет иногда но правда за 5 маны ребята в колоде на дешевых заклинаниях никто ничего давать не будет поэтому все равно дам ей 3 балла максимум но очень может быть потом когда стандарт будет из маленького количества сетов и колода на заклинаниях будет популярна она там заиграет пока сильно сомневаюсь команда призмари имеет 4 вполне себе приличных эффекта ремовал преимущество по карточкам уничтожения артефакта поэтому это точно хорошая сайтборная карточка и вполне неплохая моя новая карточка в колоде которые любят вот такие эффекты дам 4 надежных балла все нравится маг клятвы с призмари существо за 2 маны т3 конечно хорошо защитником сильно хуже я люблю когда в стандарте мои ребята за 2 маны т3 просто умеют ходить в атаку там зеленом цвете например они так умеют а тут нужно что-то еще делать для этого все-таки нет все-таки слабо 2 балла рута переменчивая художница эффект у нее интересный только требует слишком много шагов и слишком много маны чтоб он работал поэтому поставим ей 2 балла и отправим на переучивание например хочу чтобы эффект стоил 0 а сама она стоила 2 тогда было бы получше конечно волшебница зрелищ эффект у карточки хороший но чтобы она была играбельна стоит она должна ровно 2 маны 3 это к сожалению слишком много для стандарта 1 балл из 5 преподавание на примере эффект не новый не для красного не для синего цвета стоил действительно обычно 2 маны не супер интересный позволяет выигрывать контур войны довольно надежно в красном цвете что самое интересное применение этой карточки поэтому надежная троечка в сайт будет красных колод который не имеет доступа к своему синему точно зайдет в какие-то комбо колоды с интересными заклинаниями конечно тоже залетит наверняка будет играть переходим к факультету квандрикс математика значит это магия и у нас эфирная спираль если бы эта карта ребята была уроком она была бы может быть играбельна но эта карта просто заклинание поэтому ставим ей call и едем дальше биоматематик делает себе друзей хочет деку на фракталах я стандарте деку на фракталах не вижу ставлю ему call пусть идет переучивается корпус исследований позволяет за 6 маны сделать существо примерно 50 на 50 это точно можно как-то нехорошо по абьюзит например швырнуть его в лицо с другой стороны 6 цветных маны и существо это 6 цветных маны и существо затрудняюсь дать надежную оценку на всякий случай поставлю 3 потому что это меня ничего не обязывает окончательный отказ абсолютно превосходная модульная карточка деремся на скорость мгновенного заклинания или отменяем разные угрозы все мне нравится четыре с половиной балла если какая-то колода сине-зеленая заиграет агрессивная скорее всего эта карточка будет там прекрасно лежать уж если не мойном то в сайде это точно супер двойная специализация позволяет копировать ваши хорошие существа но есть нюанс заклинания существ это конечно сильный эффект позволяет вам легендарное существо раздвоить зачем-то какой-то комбо потенциал я чувствую но все-таки сине-зеленые колоды предпочитают просто хороших бивней просто в курек колдовать а не пытаться и скопировать за лишние 2 маны поэтому три балла но комбо потенциал прям прослеживается момент озарения это как спираль роста только два раза но только за 4 маны поэтому карточка значительно конечно слабее прям совсем не играбель назвать ее не могу но это двоечка с плюсом максимум в очень специализированную колоду и не то что прям комплектом копий хочу я играть призыв фрактала урок делающий существо любого размера ну совсем 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 одну копию в какие-то сайт-борды каких-то колод на уроках я еще могу видеть потому что позволяет просто потратить очень много маны но все равно сомневаюсь 2 балла золотое сечение как я уже говорил я хочу чтоб мои синие заклинания просто брали мне много карточек заклинание за 3 маны может брать где-то две с половиной карточки надежно а для этого выставлять существа еще с каким-то условиями я совершенно не хочу карточка с моей точки зрения стандарте не играбельная один балл космина загадочное ведунья сразу скажу что это плейн сволкер за 3 а обычно они конечно не очень честные способность раздавать другим плейн сволкерам возможность класть на себя сразу два жетона довольно опасная но зависит от силы других плейн сволкеров сама вся космин ничего сверхъестественного не делает но стоит все равно 3 маны и все равно как бы может делать существ поэтому она точно получает три балла с половиной просто по умолчанию как плейн сволкер за три не являющийся тибальдом и мы смотрим с чем ее за комбет мудрец проявления выглядит как невинный парень но собой он пригоняет существо ну чё там где-то 55 иногда правда 00 вот не могу сбросить его со счетов но не очень могу понять что такая за колода хочет им играть поэтому три балла да я перестраховщик и голошепастый дрейк выглядит как довольно слабая опция но во первых этой карточки конечно не хватает мига но с другой стороны ребята это сайт борт в цветах которых особо нет хорошего ремовала против абсолютно чего угодно такая штука останавливает любое существо и почти опять передаем привет или дрейну и убивает его так что мне нравится в качестве отборной опции вполне себе 3 балла заслуживает ученик сквандрикса натурально таки дает вам преимущество по карточкам в трех карточках попасть в землю есть вполне приличные шансы за заклинание это приятно мне нравится 2 дроп которые берут мне карточки по простому условию 3 спины балл он заслуживает правда подозреваю что-то колода хочет убивать противника не брать карту на убрать карточка хорошо правда команда квандрикса имеет совершенно направленный профиль она хочет быть темпа командой и отменять заклинание кладет он одновременно замешивать библиотеку не очень интересно что то там положить жетоны и убрать угрозу это хорошее сочетание уже поэтому 4 балла но нужно темпа колода в сине-зеленых цветах слава богу сине зеленые любят темпа колоды возделывать или сквандрикса черепаха где-то у нее должен быть учитель крыса вот но даже если учителя крысы там нету все равно карта весьма неплохая разгон по землям плюс существо статы вполне приличные могут остановить красную агрессию конечно же конечно же я хотел бы шума стоил 3 они 4 и был там 2 3 например но даже в этих условиях карточка неплохая стандарте вполне может заиграть каких-то мидранжовых колодах поэтому поставлю ей троечку надежно маг клятвы сквандрикса слишком медленный неповоротливый и сложный чтобы играть стандарте 1 балл из 5 боевая стойка весьма некачественная раскачка да еще и за 2 маны мне не нравится 1 балл из 5 таназир квандрикс также известный как фикуса крыльевый очень интересное существо хочет конкретную агрессивную колоду на жетонах но то там он на пятый ход заходит прям идеально заходит увеличивает ваше существо когда идет в атаку имеет хорошие шансы прям альфа-страйк устроить на все помидоры как раз это дракон не нравится поэтому получает 4 балла только он опять же очень узко направленный но эти крылья эти крылья о боже мой эти крылья зимона вундеркинг сквандрикса имеет 2 хороших эффекта она разгоняет вас по землям и она берет вам карточки в поздней игре она стоит всего 2 манки не было легендарной цены пья не было вполне может заиграть но как раз не в агрессивный сине-зеленой колоде вполне себе в гриндовые долгой и интересной поэтому это три с половиной балла ждем будет ли такая колода и на этом факультет квандрикс у нас все ребята итак друзья этот выпуск заканчивается впереди нас еще два факультета двухсторонние карточки много-много всего интересного пишите в комментариях согласны вы с моей оценкой или не согласны и до встречи в следующих выпусках